Эта история произошла в СССР в начале 80-х годов, когда схема подкупа чиновников уже напоминала тайный культ. В каждом регионе учреждений был свой специфический ритуал взятки. Руководитель передового аула, чтобы отблагодарить начальство, клал деньги в ведро с яблоками. Откаты на уровне министерства передавались в коробки из-под торта. Одним из самых дорогих подношений советской номенклатуре считалась книга. Крупными купюрами перекладывалась каждая страница. Но все-таки деньги в конвертах оставались самым ходовым средством расчетов. Кто там? Сергей Георгиевич, здравствуйте. Я от Новикова. Здрасте. Здрасте. Разрешите войти через порог. Примета плохая. Новиков просил передать остаток с рыбного отдела за январь. Вот так. Молодой человек. Спасибо вам большое. Вы свободны. Ага. А вы разве пересчитывать не будете? Похож? Сергей Горигенович. Девушка, это приемная Гришина. Срочно нужен Виктор Васильевич. Ну все. Девушка, я не могу позже позвонить. Ага. Я, кстати, тоже Виктор. Силантьев моя фамилия. Следователь прокуратуры. Не подойду для задушевного разговора? Осенью 83-го года в Москве начались массовые аресты работников торгов. Председатель КГБ Юрий Андропов развернул кампанию против взяточников и казнокрадов, которые стали настоящей угрозой государственным устрою. Карабкаются по какой-то лестнице коррумпированные элементы. Дожидаться нельзя было. Андропов прекрасно это понимал. Но война против торговой мафии преследовала еще одну тайную цель. Будущий генсек Андропов боролся за власть. Поляну расчищали вокруг себя для будущей власти. Расчищали по-разному. Мало кто догадывался, к чему приведет страну, да и весь мир, политическая игра, затеянная шефом КГБ. Свою многоходовую комбинацию Юрий Андропов стал планировать задолго до 83-го года. Разговор бери в свои руки. Держи себя спокойно, не нервничай. Это просто формальное представление. Смотри на... Это моя идея, Костя. Что, это уже Баку? Это не Баку, Леня. А что ж мы тогда встали? Мы же орден Венина в Баку везем, в спецпоезд, понимаешь? Стоим на каждом перегоне. Это минводы, Леня. Тут встречают нас. Да. Что, вы планировали остановку в минводах? Что, у нас по протоколу запланированы минводы? Я тебя спрашиваю, Костя. Леня, я не знаю. Может, теперь через минводы все пути проходят. А вот ты ими о чем. Вот в чем дело. Юрий Владимирович, а ты ведь поехал в Кисловатске лечиться. Ну, некогда лечиться, Леонид Ильич. Вот встречался со Ставропольским секретарем Михаил Горбачев. Аграрный гений. Такой регион поднял. Приятно, приятно. Приятно видеть молодое лицо. Для могучего леса нужен подлесок, Леонид Ильич. Подлесок, говоришь? Это ты верно заметил. Слушай, а ты ведь из всей нашей варды, пожалуй, самым молодым будешь, а? Леонид Ильич, мы ведь вас здесь не случайно ждем. А я уж догадался, у тебя ничего случайного не бывает. Дорогой Леонид Ильич, мы так рады, что вы решили посетить наш хлебосольный Ставропольский край. Мы так вас ждали на нашей земле. Ну, то есть, конечно, на вашей земле. Ну, то есть, на общей, на социалистической земле. Ну, уж иди, иди. Я ишь юркий какой. Только после вас, Леонид Ильич. После меня неизвестно, кто будет. Состояние здоровья Леонида Ильича уже трудно было скрывать. И в стране, и за рубежом открыто обсуждали, кто же станет преемником генсека. Среди кандидатов на пост главы государства в первую очередь называли земляков Брежнева. Юрий Андропов к их числу не относился. Кроме того, руководители спецслужб еще ни разу не были во главе государства. Председатель КГБ рассчитывал сломать эту традицию. Интрига, закрученная Андроповым на станции Минеральные воды, принесла свои плоды. Михаил Горбачев получил назначение в Москве. Была Днепропетровская группировка, как мы знаем, да, которую Брежнев с собой привел. Андропов формировал свою. Это не только Горбачев, это Шеварнадзе, это Алиев, другие люди. Естественно, каждая группировка ставит перед собой задачу. Прийти к власти. Одним из самых серьезных соперников Андропова в борьбе за пост генсека считался московский городоначальник Виктор Гришин. Он обладал авторитетом крепкого хозяйственника. Гришин славился тем, что любил лично контролировать вверенную ему территорию. Например, по дороге на работу он мог выйти из машины и нагрянуть с проверкой в какой-нибудь магазин. Меня, например, интересует, где у вас говяжья вывеска первого сорта, артикул 37-041. Где у вас лопатка свиная второго сорта, артикул 33-632, где телящая шейка первого сорта... Ну, конечно, ну, Виктор Васильевич, ну и шейку найдем, и грудку. Вот будьте любезны, сейчас все найдем, Виктор Васильевич, ну что вы! Что же она его? В другую сторону. Для этого. Время тянет. Надо шефа предупредить. Желание заглянуть под прилавок именно Елисеевского магазина у Виктора Гришина было не случайным. В стране тотального дефицита гастроном номер один находился на особым положении. Здесь с черного хода можно было достать самые редкие товары. За красный крой, финским сервелатом или бразильским кофе в Елисеевский приходили вип-персоны стаканы. Благодаря этому директор магазина Юрий Соколов обладал обширными связями и большим влиянием. Он, видимо, такой лихой, талантливый. И превратил свой сельский магазин в некий, так сказать, нет, не притон, конечно, а сказать, даже салон некий. Там у него кормились в этом мистерском магазине с черного хода, конечно, все. Актеры, режиссеры, академики, герои мореплавателей, плотники. За склонность к барству и разгульной жизни Соколов получил прозвище «Барсик», которое люто ненавидел. А еще он тебя за глаза барсиком называл. Погоди, Григорий, не слезай пока. А сколько нам еще эту, цыганскую? Ну, Юрий Константинович, ну, я же певец, я солист большого театра, ну, не приучали меня петь на столах. Знаешь, Григорий, этот стол такие представления видел, что ни одной сцене не снилось. Не приучен на столах петь, а черную икру с шампанским по утрам кушать приучен. Хотя ты прав, не хочешь на столе, можно и под столом. Что, Зин, пожар или ревизоры? Хуже, Юрий Константинович. Гришин, вас требует. Я слышала, если чаем зажевать, ни в одном гаиле запах не учуют. Внезапные визиты московского городоначальника для нерадивого руководства чаще всего заканчивались увольнением. Но директор Елисеевского гастронома умел импровизировать. Виктор Васильевич, наконец-то. Сколько же я три губа попросил, Николай Петрович, ну привези ты мне Гришина, хоть на часок привези. Виктор Васильевич, пойдем-то я вам все самолично покажу. Да, я уже кое-что видел. Вернее, кое-чего и не видел. Вот, например... Позвольте. Так. Угу. Артикул 8216. Ага. О, даже стериляжью голову указали. Виктор Васильевич, пойдемте, я вам покажу наше хозяйство. В советской торговле распределение дефицита держалось на хорошо отлаженной системе взяток. Участвует ли Гришин в этой цепочке, Соколов не знал. Поэтому для первого знакомства выбрал универсальный стиль бодрого рапорта. Что это по-вашему, Виктор Васильевич? Сады Семирамиды? Да нет, простой советский склад. У меня на учете каждый грамм государственной собственности. Ну, что-то я в торговом зале ананасов и бананов не заметил. Но мы ведь не имеем права продавать недозревшую продукцию покупателю. Я думаю, еще несколько дней, ну, максимум неделя, и все поступит в открытую продажу. А вот здесь, Виктор Васильевич, знаменитые Елисеевские погреба. Пока сотрудники Елисеевского выносили со склада на прилавок припрятанный дефицит, Юрий Соколов успел представить свою вотчину как самое передовое хозяйство Москвы. В зал, в зал выноси, все в зал, я сказала. Так, все на прилавок, все. Так, ты куда понес, ты куда понес? Наплыв народа у нас, конечно, огромный, но коллектив дружный, доброжелательно относится к покупателям. Возможно, конечно, отдельные случаи, но никто не ворует. А вот эта девушка сейчас чем занята? Тоня, вы слышали вопрос Виктора Васильевича? А потом народе судачит, что у нас под прилавками самое лучшее для своих. Извините, Юрий Константинович, у нас тут дует страшно, а я простужена, температура с утра. Вот я и решила, ватничек. Но этого больше не повторится. Ну что же, Тоня, на работу простужена и вы ходите, нехорошо. Ступайте домой, Тоня, отдыхайте. Москва, город маленький, слухами полнится. Чего только не болтать про ваш магазин, вот я и зашел, чтобы сам посмотреть. Я очень рад, что вы зашли, Виктор Васильевич, спасибо. Можете рассчитывать на мою поддержку, Юрий Константинович. Гришин даже не подозревал, каким боком выйдет Соколову его поддержка. О новом протеже хозяина Москвы мгновенно доложили Андропову. Директор Елисеевского автоматически попал в список работников торговли, по которому велась разработка в КГБ. Удар по торговле был ударом по Гришину и выбыванием конкурента из этой острой политической борьбы. Борьба с торговой мафией должна была стать масштабным событием. Благодаря Андропову впервые в истории КГБ было создано специальное управление по экономической безопасности. Материалы, разработанные на Лубянке, передавали следователям прокуратуры. А здесь у Андропова была надежная поддержка. Генеральный прокурор СССР Александр Рикунков получил свою должность благодаря Юрию Владимировичу. Александр Михайлович, как идут дела по взяткам в московской торговле? Как просили Юрия Владимировича, работаем ударными темпами, проводим допросы, обыски. Два дня назад арестовали директора внешпосылторга Авилова. Насколько я помню, жена Авилова работает у Соколова, директора Елисеевского, заместителем. Так точно, Юрий Владимирович, но Соколов – непростая фигура. За него уже просили на уровне политбюро. Александр Михайлович, неужели вы думаете, что я знаю меньше, чем вы? Если вас просили, то тем более его надо арестовать. Миф о неприкасаемости этих Соколовок должен быть развенчан. А вас понял, Юрий Владимирович. И скажите работникам прокуратуры, чтобы они не заворачивали продукты из буфета в ненужные, с их точки зрения, документы. Нужно аккуратнее относиться к информации Александра Михайловича. Тем более, что в расследуемых делах, как вы меня только что предупредили, замешаны очень высокопоставленные чиновники. Я могу быть свободен, Юрий Владимирович? Да, конечно. Спасибо. Основная нагрузка по делам торговой мафии легла на ведомство Рикункова. Под крылом Генеральной прокуратуры с участием КГБ была создана так называемая межведомственная бригада. В народе их называли опричниками. Без внимания этих самых опричников не остался ни один московский магазин. Для расследования такого масштаба Москве уже не хватало сил. Потребовалась помощь из провинции. Мне позвонил Тверловск, следователь по особо важным делам прокуратуры республики Валейник Владимир Иванович и сказал, подбери следователей в Свердловске, в бригаду, говорит, включай как можно меньше беспартийных. Речь пойдет о высших партийных кругах из СК КПСС. Скоро из провинции начали пребывать свежие силы. Их собирали в такой спешке, что в первое время новых сотрудников негде было разместить. Не то что общежитие. Даже рабочего помещения не нашлось. В конце концов, прокуратура выделила в центре Москвы заброшенное здание. Бог в помощь! Ремонт новобранцы из бригады Олейника делали собственными силами. Благодарю. Что, не понадобилось? Я смотрю, ты чай в карманы наливаешь вместо стакана. Да, бывает. А мы-то как? Мы-то старались держать и двор, и само здание в чистоте. Посетители еще в вестибюле снимали галоши и по коридорам уже шли в чистое. Строгий на селе. У него и прозвище такое, монумент. Сразу же проникались уважением к учреждению и охотнее шли на контакт. А у тебя что это? Эти как бичи одеты, этот мокрый вообще. Почему? Ну так, много мокрых дел раскрыл, товарищ генеральный прокурор. Это один из лучших. Виктор Силантьев из Нижнего Тагила. Не обтесался еще. Шустрый. Ему бы не обтесаться, ему бы обсушиться. Уже второй месяц ночует, где попало. Александр Михайлович, ребятам бы премию какую-нибудь выписать или аванс. Ну, чтобы хоть до магазинов дойти. Приодеться. В город же страшного выпускать. Свои же арестуют. Ну, вот и представь список. Так, а это что за канцелярия? А это Герман Игорьевич у нас по моей просьбе. Ну, Абранцев под контроль взял. Списки прибывших проверяет. Здравия желаю. Под контроль это очень хорошо. Герман Игорьевич, у меня к вам спецзадание. Есть тут один шустрый с Нижнего Тагила, не очень приятный молодой человек. Вот не взяли бы вы его под свой особый контроль. Вы, судя по вашим принципиальным рапортам, увлекаетесь педагогикой. Вот и воспитываете молодое подрастающее поколение. А не начальство. Черт. Напарники-москвичи помогали коллегам из провинции разобраться со всеми нюансами столичной жизни. При этом в оперативной работе авангардом шли именно провинциалы. Представьте себе, из провинции приезжает следователь в Москву, где были такие возможности, где, так сказать, был товар. Конечно, у него злость на тех, кто мог распоряжаться дефицитом, кто мог пользоваться этим дефицитом. Ребята рвали металли. В отличие от московских следователей, провинциалы связей в торговой сети не имели. Поэтому они действовали свободно, без страха обидеть знакомого или родственника. Это было ценное качество. На такие кадры и делал ставку Юрий Андропов. В театр просмотр премьеры. Кто в первом ряду сидит? Завсклад. Директор магазин сидит. Сзади товаровец. Все городское начальство Завсклад любит, ценит, уважает. Почему? Завсклад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных отношений. В общественных специфических отношениях, кроме завсклада, начальства, сыщиков и воров, принимала активное участие еще одна категория граждан. Стукачи. В общем, продавцы работают. Ну, вы знаете, как они обычно работают. Там обманут, здесь обсчитают, где-то обвесят. Товар, когда дух не учтен. В общем, обычное торговое дело. Ну, конечно, не для советского продавца обычное, а так вообще, да? Кстати, вот у меня вопрос. Почему мы с вами встречаемся в театре? Не могу я к вам ходить. И если Соколов узнает, кто его вам сдавал, мне и ваша прокуратура не поможет. Знаете, какая крыша? А-а-а. Вот у кого крыша. Обсчет, обвес и, конечно, торговля дефицитом позволяли Соколову получать огромные левые доходы. Следователи шаг за шагом распутывали коррупционную схему, построенную директором Елисеевского. У него был, в принципе, такой правый ящик стола открыт, и туда в конверте клался, закрывался ящик. Деньги ему приносили заведующие отделами. Была система установлена. Деньги снимались из кассы и передавались Соколову в виде взяток. Без этой системы, именовать эту систему никто не может. Для дискредитации возможного преемника Брежнева был необходим скандал на уровне политбюро. При такой серьезной постановке вопроса Андропову одних показаний стукачей было недостаточно. Нужны были очень веские улики. В решении этого деликатного вопроса ключевую роль сыграла техническая служба КГБ. Однажды, когда Соколов был в отпуске, в Елисеевском погас свет. Проверенный человек вызвал электриков. Слубянки. Так в кабинете директора появилась камера скрытого наблюдения. Для того времени это была невиданная техническая новинка. Она позволяла изучить все повадки Барсика и арестовать его с поличным. О, а это что за Куклачев с собачкой? К Соколову пришел. Это не Куклачев. Это его сосед. Севастьянов, космонавт. Точно, точно. Я его портрет в газете видел. Где он такую собачку-то взял? Из космоса с собой привез, что ли? Они все, Витенька, как в космосе живут. На другой планете. С другой гравитацией. Но ничего. Ничего, мы их на грешную Землю-то вернем. Ну, за планетарную стыковку двух структур, КГБ и прокуратуры. Да? И за невероятную силу земного притяжения. Поехали. Йо-моё. Галина Брежнева. Э, вот некоторым даже гравитация не страшна, правда? Не завидуй, Витенька. В космосе тоже жизнь. Не сахар. И ходишь под себя. И блевать все время тянет. Так. Соколов отдал распоряжение по всем отделам. Взятки не носить. Сам затаился. Конечно, у Соколова хватало связей, чтобы узнать о слежке. Но в прокуратуре не ожидали, что утечка произойдет так быстро. Меня удивило то, что если раньше являлось, ну, как бы предметом легкого разрешения вопроса, вот, скажем, баночку там или две икры красной или черной взять, он вдруг мне говорит, ты знаешь, я не смогу это сделать. Вот, ни одной баночки, все под строгим учетом. И при этом как-то нервно, так сказать, вот оглядывался. Я даже его спросил, я говорю, ты чего, боишься какой-нибудь прослушки или все прочее? Вот. Вот. И он насмутился, сказал, ну, как бы не без этого. Может, камеру обнаружил? Ну, чтобы камеру заметить, ему надо долго в потолок поливать. А он у нас парень занятой. Точно. Это Фишбейн сдал. Я-то думаю, что я его уже семь дней нигде не вижу? Говорят, в отпуске. А в правкоме ему путевку не выдавали. М? Не, ну, подозрительно же. Подозрительно. Стакан убери. Сегодня меня вызывали. Скоро арест. Доказательства должны быть неопровержимыми. А для этого вам надо достать Фишбейна. Хоть с того света. Отбой тревоги нужен, Герман Степанович. Деза. Что, слежка снята? Скалов должен успокоиться. А за распитие на рабочем месте обоим выговор. Да ладно, мужики. Выговор, не выговор. Вы свое дело сделаете. Вас и расформируют. А комитет вам всегда при деле. Так что, извини, Егорыч, тебя, конечно, не зову, а ты, Вить. Заходишь к нам, звони. Основательный парнишка. Все, прибрал. Выполнение задачи, поставленной самим Андроповым, оказалось под угрозой срыва. Но вскоре удалось выяснить. Фишбейн под фамилией жены скрывается в одном из подмосковных санаториев. Вера! Верочка! Нужно было любым способом вернуть осведомителя к сотрудничеству. Вера ушла. Но осталась надежда. А что вы тут делаете? Я? Я исполняю почетную для меня роль вашей совести. Я больной человек. Что будет мне нужно? Я все сделал, я же все сказал. Леонид Аркадьевич, взрослый человек, а? Как не стыдно? А серчишка-то у вас шалит. Шалит. Вы знаете что? Вам нужно успокоиться. А заодно успокоить обстановку, которую вы раскалили. Вы меня понимаете? Я-то понимаю, но вот Соколов... Очень хорошо, что понимаете. Значит так, Леонид Аркадьевич, я буду вас сопровождать в Москву, потому что сердце у вас и вправду шалит. Покровителю своему сообщите, что прослушка была снята по распоряжению сверху. Так что пусть все станет на круги своя. Взяточки, конвертики, спецнаборщики. Ну, вы меня понимаете. Ну, Леонид Аркадьевич, вы же знаете, что резкие перемены, они очень опасны для здоровья. Да? Ну, вот и хорошо. Одевайтесь. Дезинформация, подброшенная Соколову, сработала. Барсик бросился наверстывать упущенное. Как только камера скрытого наблюдения зафиксировала взятку, в кабинет директора вошла бригада оперативников КГБ. Начали с личного опыта, как обычно. Одного кармана достал 250. Я говорю, еще. Другого достал. Еще были деньги изъяты. Никаких демонстративных или таких вот издевательских моментов не было. Человек арестован, он и так раздавлен. Но арест – это только начало большой работы. Главное, чтобы подозреваемый стал давать показания. Кому, когда и сколько. Соколов пока не спешил откровенничать. У него железная была уверенность, что его все-таки вытащат. Высокопоставленные друзья. И поэтому он долго молчал. Молчание директора Елисеевского работало против Андропова. Брежнев на глазах угасал, а компромата на Гришина все еще не было. Оставалась надежда только на опыт и талант следователя Казарина. И все-таки, Юрий Константинович, что означают записи в вашей тетрадке? Чай пить вы тоже не желаете. Ну, правильно. Разве это чай? Это солома. А не чай. Ниже вашего уровня. И не такое на фронте пить приходилось. Мох заваривали. Воевали, значит? Воевал. И вот я никак не могу понять, Юрий Константинович, ну война, ладно. А сейчас-то откуда такой дефицит? Не получается разговор, да? Ну да, какой разговор с таким пойлом. А хороший чай достать можете? Конечно могу. Ну, пойдемте. Универмаг рядом. Ну, вас наверняка там знают. Пособят. А охрана? А мы черным ходом. И кто и не займется. А? Ну что? Боишься? На фронте, значит, не боялся. А тут выходит страшно. Среди своих-то. Ну? Что? Пошли? Операция прогулка была тщательно спланирована. Весь маршрут контролировали оперативники. Казарин понимал, к Соколову слишком долго не приходила помощь извне. Чтобы подследственный заговорил, нужна была лишь эмоциональная встряска. И все-таки, товарищ Соколов, а откуда дефицит? Любопытно. Ну, вижу, что любопытно. Даже из кабинета вытащили. От прослушек подальше? В нашей системе, если человек не будет брать и давать, он исчезнет. Не будет его. Ну, а дефицит что? Дефицит штука выгодная. Вот ты видел когда-нибудь, как финский сервелат в землю закапывают с оцеплением из автоматчиков? А я видел. Я вас внимательно слушал, не перебивал, Юрий Константинович. Все, что вы говорите, это же очень правильно. Только для ваших речей нужен и я. Вам нужно публичное выступление. А лучше трибуны суда не найти. Соберутся журналисты, всех газет. Процесс обещает быть громким. Другому не поверят, а вам поверят. Уважаемый человек, к вам же ходят министры, космонавты. И потом, чего вы боитесь? По-моему, вы человек не из трусливых. Вот зачем мы с вами пошли, не побоялись? А что, если бы провокация, например? Не мытьем, так катанем. Ну, не пошел бы я. Вы бы еще что придумали. Похитрее. А, о как. Значит, сразу вы вкусили. А давайте так. Идите в магазин один. Ну, что, все уж по-честному. Если вернетесь, с пачкой хорошего чая. Считайте, что убедили. Я поверил честному человеку в Соколову. Ну, а не вернетесь. То, что арестованный войдет в магазин без следователя, в планах оперативников не значилось. Но Казарин был азартен. Он почувствовал, контакт установлен. Для полного доверия нужно было совсем немного. Директор подумал, что призрака увидала. А знаешь, если честно, ты прав. Сколько можно бояться? Да и дадут ведь, если что, лет пять, не больше. Правда ведь? Договоримся. Соколов начал давать показания. По Москве прокатилась волна арестов. За короткое время было задержано 149 руководителей столичной торговли. Молодые волки из провинции с тузами из торговой мафии не церемонились. Они еще не представляли, на что способны эти торгаши. Девушка, это приемная Гришина. Срочно нужен Виктор Васильевич. Ну все. Девушка, я не могу позже позвонить. Я, кстати, тоже Виктор. Силантьев моя фамилия. Следователь прокуратуры. Не подойду для задушевного разговора? Вы только не нервничайте. Я не нервничаю. Для директора смоленского гастронома арест не стал сюрпризом. Сергей Наниев подготовился к нему заранее. Товарищ Наниев, мыслите в нужном направлении. Нас очень интересует ваш сейф. Вы ведь там прячете краденое, да? Там. Открыть? Ага. Потрудитесь, пожалуйста. Ну вот. Правильно. Знаете, я вот, например, вообще фаталист. Верю в Советский суд как в самый гуманный и справедливый суд в мире. А вы, Сергей Гиригинович. Вслед за арестами в Москве начались самоубийства работников торговли. Это была их последняя попытка сохранить нажитое богатство для своих семей. Директора магазинов знали, в случае их смерти добиться конфискации имущества будет очень трудно. Ну что, фаталист, доигрался? Я сам возьму, дернуться не успеет. Герман Егорыч, что делать-то? Дыхание искусственное делать. Понятых заводить? Дверь закрой. Уйди отсюда, а? Уйди. 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 Казарин прикрыл своего подопечного. Согласно официальным документам, директор гастронома Смоленский Сергей Наниев скончался от сердечного приступа. Андропов получил компромат на Гришина как нельзя кстати. Порядок в траурной процессии на похоронах Брежнева точно отражал сложившуюся ситуацию. Первым шел победитель, Андропов. Он выиграл эту партию. Уже за ним следовали и Черненко, и недавний фаворит Гришин. Наконец-то Андропов получил шанс начать свои масштабные реформы, о которых он мечтал долгие годы. По злой иронии судьбы, времени у реформатора СКГБ оставалось совсем немного. Больные почки мучили его уже много лет. Зимой 1984 года состояние Андропова резко ухудшилось. Кто-то пришел, меня спрашивает. Никого нет, Юрий Владимирович. Отдыхайте, вам необходим покой. Давай. Юрий Владимирович, это я, Михаил Горбачев. А, это ты, подлесок. Ну, проходи. После судьбоносной остановки поезда в Минводах, с Горбачевым Андропов почти не общался. В Москве он остерегался показывать свое расположение к молодому Ставропольцу. Только став генсеком, Андропов вывел Горбачева из тени. Пожалуйста, никаких утомительных тем. Володя, посмотри, чтобы нам там не мешали. Ну, что ты стоишь, как смерть с косой? Да, это вот шашка казаки вам передали. Помните, как вы к нам в Ставрополье приезжали, как у костра сидели, песни казацкие пели? Не грусти, моя родная, черных траурных ножны. Все нормально, Володь, не волнуйся. Как тебе все это удается, Миша? Что удается, Евгений Владимирович? Да быть вот таким. Каким-таким? Народ тебе верит. Косыгин в твоем присутствии фокстрот танцевал я, грешным делом тебе свои стихи показывал. Я помню, когда я начинал реформы, то у народа заработал только на анекдоты. проверял Андропов баню. А тебе, Миша, народ поверит, за тобой пойдут. Так что, шашку при себе оставь. Тебе придется ей махать. Да что вы такое говорите, Юрий Владимирович. Да я уже сам не рад, что с этой шашкой к вам будет она неладна. Вы уж выздоравливайте поскорее, Юрий Владимирович. Я написал письмо в ЦК и потребовал, чтобы ты его прочитал на пленуме. Ты же знаешь наши дела. То, кто читает письмо генсека, тот почти его преемник. Надо доделать все дела со взятками, дела с экономикой. Да ты все знаешь. Ладно. Ступай. Выздоравливайте, Юрий Владимирович. У Больского возьми эскизы карты. Внутренние границы страны нужно обязательно переделать. только поаккуратнее. Переделаю, Юрий Владимирович. Переделаю. Андропову оставалось жить всего несколько недель. Горбачев не успел воспользоваться поддержкой своего покровителя. Письмо Андропова на пленуме читал Константин Черненко. После смерти Андропова именно он стал новым генсеком. Днепропетровский клан вернулся к власти. Виктор Гришин быстро восстановил свое влияние в политбюро. следствие против него было остановлено. Андроповская компания по борьбе с коррупцией спускалась на тормозах. Да входите уже. Че стучишь, как неродной? Ну так у нас в КГБ все стучат. Не смешно, что ли? Хотел повеселить. Здорово. Здорово. Меня уже повеселили. Дело по торговле сворачивают. Оружие забирают. Тут еще с продуктовым набором обвесили. Я специально проверял. Ой, смутные времена наступают в стране, Витенька. Ты как здесь? Да вот зашел. По делу? По велению сердца. Ага, ну-ну. Как тебе там у чекистов живется? Непусть поспокойнее, чем у нас? И там, и там одно и то же. Ну разве что бумажек поменьше. А власти побольше. Да? Извини, у меня времени мало. Опаздываю. Мой подопечный Соколов сегодня выступает с показательной речью. Не хотелось бы пропустить. Вы бы это, Герман Егорыч, не ходили на суд? Ты что, ведь уж с дуба съехал, что ли? Я его к этому суду вел. За чаем ходили. О, если бы ты слышал, какие он мне тут речи толкал. Их бы в программе в рабочий полдень надо транслировать. Нет, на суд я обязательно пойду. Ты знаешь, мне через день-два, в общем, на днях, на пенсию, хотелось бы в старости все-таки посмотреть, как вершится социалистическая справедливость. Соколовский чай кончился. Кефир хочешь? Не будет никакой социалистической справедливости. Сливают вашего Соколова. Как сливают? Подожди, подожди, я же ему обещал. Вот так! Наболтал он слишком много. И слишком на многих. Между прочим, не без вашей помощи. Вы ведь опытный следователь. Но не ходите вы на суд. Не ходите! Твою мать! Суки! Твою мать! Как же так, а? Как же так, ведь? Мне же обещали, твои коллеги из КГБ обещали. власть поменялась. Те, под кого рыли, теперь они сами. Ладно, иди с Богом. К последнему судебному заседанию бывший директор Елисеевского готовился очень тщательно. Выверял каждое слово. В материалах его уголовного дела рукописные страницы с разоблачениями коррумпированной системы советской торговли. Соколов верил, что от него, как от бывшего фронтовика, ждут именно этого храбрости и честности. Думал, что когда его осудят, то вот эти его показания о том, кому он взятки давал, послужат сохранению жизни, он поверил искренне, что началась борьба невзирая на чины и ранги. Последнее слово перед вынесением приговора предоставляется обвиняемому. Пожалуйста, подсудимый, вам есть что сказать? свою защиту я хочу сказать. Существующие порядки в торговле делают взятки неизбежными, а также обвес покупателей. В зале судебного заседания места журналистам не хватило. Здесь сидели директора крупных московских магазинов. Каждый из них получил персональное приглашение. Надо расположить в свою пользу чиновников и наверху и внизу. Даже шофера, который везет продавцов... Подсудимый, на суде по бумажке читать нельзя. за Соколовым внимательно наблюдали те самые люди, против которых была направлена его обличительная речь. Они еще не понимали, чем закончится этот спектакль, от приглашения на который никто не посмел отказаться. хозяйственность. Понимаете, хозяйственность, а не воровство в гастрономии номер один позволяло нам получать лишние деньги. В противном случае... Все у вас? Суд удаляется на совещании. Прошу всех встать. Суд идет. Именем Союза Советских Социалистических Республик суд постановил приговорить Соколова Юрия Константиновича к исключительной мере наказания. Испуганные торгаши аплодисментами пытались продемонстрировать свою лояльность власти. Урок был усвоен. С этого момента другие подследственные по делам торговой мафии крепко держали рот на замке. Никто не хотел оказаться на месте Соколова. До свидания, Юрий Константинович! Днепропетровский клан вернул себе власть над страной ненадолго. Через три месяца после расстрела Соколова скончался Константин Черненко. Вероятным претендентом на кресло генсека вновь оказался Виктор Гришин. Но в этот момент решающую роль сыграла позиции нового председателя КГБ. Виктор Чебриков неожиданно заявил за Михаил Сергеевича спецслужбы, а значит и весь народ. Поддержка силовиков привела к тому, что Политбюро единогласно избрало Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Гришин еще не понимал, что его карьера закончилась. Здравствуйте. Михаил Сергеевич. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Вот на работу московских организаций, на работу московского игрокома партии слишком много жалоб и нареканий. И что же нам делать в такой ситуации? Мы примем к сведению, учтем, Михаил Сергеевич. Да поздно учитывать. Поздно учитывать, Виктор Васильевич. Мне кажется, вам пришла пора написать заявление об уходе на пенсию. Михаил Сергеевич, до начала Политбюро полчаса. Давайте отложим этот вопрос на полтора месяца до городской партийной конференции. Там я сделаю доклад о работе горкома и пусть товарищи решают, достойны я этого места или нет. Да вы присаживайтесь, Виктор Васильевич, присаживайтесь. Нет, не сюда. у меня к вам просьба. Присядьте, пожалуйста, на мое место. Мне вполне удобно и здесь. Ну, все-таки я настаиваю. Я вас прошу, Виктор Васильевич, присаживайтесь. Вам так будет удобнее, поверьте мне. Ну что? Вот вы и получили, что хотели, Виктор Васильевич. Теперь можно и написать. Пишите. Что писать? Как что писать? Заявление об уходе. В тот же день Виктор Гришин был снят со всех своих должностей. Новый генсек Горбачев уверенно расправлялся с противниками Андропова. Для полной победы нужно было скомпрометировать весь Днепропетровский клан. Ну вот что эти красавцы здесь делают? Без них теперь даже шкаф не открыть. Вот интересно, если б крылья канализацию прорвет, комитет тоже своих людей пришлет? Присмотреть? Конечно, и хлебом не кормлю. Понимаешь, поналетели тут, как пчелы на дрему. Этот, что ли? Сейчас вскроем. Что же не вскрыть-то, раз надо, да? Добротно сработал. Сразу видно, для хорошего человека одевался. Воды, воды, поехали на воду. Продали морковку, купили коровку. А коровка с кошку дует по нем. Нушка. Оп-паля. Хеперный театр. Спасибо, товарищ. Теперь пчелки потрудятся. Деньги, найденные в кабинете Черненко, позволили Горбачеву начать расследование по так называемому делу о золоте партии. Результат этого расследования остался тайной, но благодаря скандалу Днепропетровский клан был окончательно отрешен от власти. Значит, составь рапорт об изъятии, ну и вообще, обо всем, что заметил. Коль, слушай, я вот только одного не могу понять. Ну вот скажи мне, скажи, зачем генсеку, подожди, скажи, зачем генсеку столько денег, а? У него ведь и так все есть. Ну, то есть я хочу сказать, что было, но чтобы вот так деньгами все шкафы затаривать, не понимаю, зачем? Знакомая наличка. Видишь, как купюры обернуты? Я помню, для кого их пеленали. Ну, правда, они тогда по другому делу проходили. Подожди, подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что ему эти деньги подбросили? Ты ничего не путаешь? Напротив, Витюша, я распутываю. Откуда клубочек выкатился, не наше с тобой дело. А вот куда и от кого ниточка тянется, вот это вот наши с тобой вопросы на ближайшие лет сто. Сто лет. Знаешь, я столько не проживу. Нельзя как-нибудь побыстрее. Да не торопись, Витюк. В интересное время живем. Сотрудники прокуратуры и КГБ, набившие руку в борьбе с московской торговой мафией, направлялись для расследования новых коррупционных дел в Грузию, Азербайджан, Краснодарский край и Узбекистан. Михаил Горбачев продолжил андроповскую кампанию по борьбе с коррупцией. Но если Андропов на фоне этой кампании пришел к власти, то Горбачев наоборот власть потерял. Виктор Гришин после отставки к руководящим должностям уже не вернулся. В 1992 году он умер от сердечного приступа в коридоре Сабеса, пытаясь получить прибавку к пенсии. С распадом СССР коррупция переродилась. Наступили времена, когда вместо конвертов для взяток стали использовать коробки из-под ксерокса. Предложения Юрия Соколова по реформированию системы торговли до сих пор пылятся среди томов его уголовного дела. Смотрите в следующих сериях. Золото для мировой революции. Сталин, Троцкий и контрабанда. Трофейное дело. Как был обвинен в хищениях маршал Жуков. КГБ против МВД. Что на самом деле стояло за самоубийством личного врага Андропова Николая Щелокова? Почему борьба с коррупцией в СССР обернулась распадом?